привет фолловерсы давненько не виделись может она и к лучшему вы от меня поддохнули я от вас тоже отдохнул немножко настало время двигаться дальше и продолжать наше путешествие сегодня я уезжаю в алматы из петербурга так получилось что я поеду на машине ну как водится по дороге поснимаю посмотрим что получится за первый день хочу попробовать доехать до муру сколько там 916 километров показывает нет в оплатке это москва очень пустая дорога никого нет не знаю попробую если так продолжать двигаться 19.50 я приеду сейчас девять я час уже где-то еду хорошо до 8 лет но это больше конечно получится потому что как минимум один раз нужно будет становиться заправиться посмотрим сейчас растет будет у витилей наверное очень темно еще интереснее это стекло ничего не видно так расцвело и стал повеселее где-то я уже километра на 300 проехал скоро уже дверь будет ну как скоро часа два не знаю отзаять куда-нибудь перекурить немножко остановился перекурить что устал ехать уже в этот раз еду я давно уже не ездил по этой трассе побольше по моему стал этих точек остановки я помню что первый раз поехали сюда вот там года на четыре назад в нижней ногах я ездил и прям вообще было тяжело сейчас я смотрю заправок побольше стало этих самых и остановочек что что снимать то и нечего ребят это сейчас на нацкат выехал дорога дорога фуры дорога ничего папа платки конечно ехать с одной стороны хорошо что быстро разделительная машине то а другой стороны вообще очень интересно все время лес 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 по краям даже смотреть не на что я так считает и казани поеду то есть я думал что я там снимаю проезжаю девушки там церквушки что-нибудь но похоже ничего не снимаю потому что снимать сейчас я включу я думал что пока буду ехать ну точнее по-моему по мкаду если на сам домкад доеду похоже я там король доеду по большому кругу в москву часа въеду и все ну вот только тогда в муром уже въеду я решил все уже ехать до мурома осталось у меня сколько на него 362 километра навигатор показывает 4 часа 15 минут но я думаю что я уже доеду сейчас еще не поздно сейчас сколько там у нас сейчас сейчас пол четвертого я где то восемь наверное буду ну мне еще один раз оставить придется ну может в девять ну в общем решил мне домой умереть ну уж завтра мне еще больше ехать надо завтра мне нужно доехать потому что сегодня это как бы тестовый день был и как бы тест показал что тысячу в день конечно ехать можно но сложно ну как сложно ну посмотрим я еще доехал посмотрим что еще будет ну вот в общем вот эта лирика все скоро садится солнышко сейчас красиво так не знаю на камере нам не видно будет что с моими стеклами за это самое замерзшее место грязное вот такой белый солнышко садится такое розовое небо мне еще ехать и ехать на счет 287 километров еще съехал с этой сплатной повернул на муром все осталось пишет 36 километров и вот такая дорога подъезд я так понимаю к мурому мне очень радует машин нет вообще такая дорога вся в снегу естественно освещения ни хера нету короче лучше традиция скользко пипец не знаю может надо было как-то по-другому заезжать я бы чисто по яндексу еду вроде я бью прямо адрес этого самого отеля там или хостела я забронировал прям по этому адресу даже как-то не похоже на на въезд прям в город и я с этой самой схватной дороги когда съехал даже не заплатил а там наверное число считает транспондер а я все понял я просто съехал сейчас там не было никакого доплаты а я сейчас понял что ты когда проезжаешь под такими этими ну железными этими ферме пикой транспортером то есть вот считается сколько проемов потом смеется за счет просто нету куда оплаты ну ребят въехали в Муром сейчас мы с ним позвонили там я пропустил табличку от платной дороги вот этой от М-12 километров сколько километров 30 до уезда в город такой темной дороги стремный полосный вот сейчас мы въехали уже в город пишет что 2,1 километр 4 минуты ехать ну такой городочек небольшой кустик чем-то напоминает мне вот такие люди тут ходят шкодные переходы тут есть кстати похолодало минус 17 я выезжал 0 было в Митере ну нет я выезжал там минус 1, минус 2 было сейчас минус 17 показать блин хочется уже на самом деле куда-то прийти и лечь и 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 у м в а в скользковата и смазывает вот в отеле позавтракова такой кашка пластиковые контейнеры принесли кашка цирочки там еще булочек с кофе ну кофе такой 3 1 но все равно ничего сейчас на поле пока бензин есть а там буду заправляться и перекушу заправки я буду поворачивать налево да вот меня напрягает стекло дед макарек заливший свежий жижу кусоро есть свои нюансы путешественной машины вот такая вот все выехала на блат на сколько сейчас 934 я вылечу на плату такая сборная дорога одна полоса вот почищен асфальт слева обгонная полоса снега вот это тоже периодически таким снегом перемешается не знаю может там дальше казани получше пойдет может я сомневаюсь потому что реки там крупные города показания вроде городов нет короче обгонять будет вообще никому потому что я не люблю на на снег выезжать со скорости так то что я делал газельку перейдет она мне только что обогнала я вот в сотку еду она там 120 посмотрим так в принципе так хорошо здесь встречи нету даже если за кем-то тащить 100 километров 190 все равно спокойно едешь по своей повоседе нет никаких этих самых проблем и получается что она тут она до уфы идёт весь день сет всю тысячу я вот по этой дороге так и поеду причем здесь она нету этих пунктов ну по крайней мере участка пока не было а как речь мост чрезаком пока точнее точнее мост какой новенький в общем что этих кпп нету чисто транспондер считывается и к периодически все это конечно тоже хорошо ну точнее можно где-то есть потому что непонятно как ехать как ехать людям у меня транспондера я вчера ехал от москвы я кпп не приезжал я ехал у меня все время просто подарками и на выезде съехал тоже никаких кпп не было то есть наверное не знаю может тоже номера счет не знаю тише едешь дальше будешь в общем я вот сегодня в таком вот режиме тоже решил вот обогнать или что она решила а она решила меня пропустить чтобы она сама там и о нифигасе блин ну чувак респект увожу респект увожу ну вот это да это такой попался товарищ понимающийся я вот не буду там дальше вот они идут поток эти машины вот там впереди есть вот чувак на берегу машинки он там уезжает на обгон ну я не опасен потому что скользко пипец такой еще ветер здесь такая видно прям налетик на этой плоте тоже такой прям ледок в принципе может оно и ничего пока ты едешь не гнить ну ровно колеса сколько стоят а когда начнешь перестраиваться то блин мне кажется дело такое не знаю на камере насколько это все видно ну без камеры это выход это выглядит вообще жесть доступ полный едешь как это по приборам так даже если вот сейчас фуры бы это не было все равно у нас только дымка вот эта постоянная поземка эта которая сбоку на трассу ничего не видно из зле то есть периодически бывают такие просветы а потом она снова налетает и опять даже то есть обгонять даже тяжело не столько из-за того что от самой фуры идет а из-за того что еще и без фуры тоже ничего не видно сейчас 80 поедем блин еще хуже стало он еду сейчас за фуриком 70 75 наверное так он едет он едет прямо передо мной метров 25 даже фонарей его не видно такой чисто силуэт ребят в лугу переезжаю блин широкая такой мост просто бельнющий ну вот это все такая же ни хрена не видно у меня все время с аварикой ну вот сейчас здесь здесь еще ничего сейчас только что там до моста ехал там вообще полигра не едет ну хорошо машин почти нет но я еду все время с аварикой короче уже сколько эх сколько уже времени это 3 часа уже почти у меня еще нет еще 600 км сегодня идет не так бодро как вчера ну вот блин ребят сейчас бесплатный с М12 ехал на какую-то дорогу я не знаю наверное в Яндексе она Е22 это короче я Казань уже проехал от Казани на Уфу это Москва Челябинск вроде дорога называется как раз и тут вообще жесть то есть она уже не платная хорошо она тоже разделительная вот сейчас короче здесь дует еще сильнее блин нет работает я пристроился с каким-то автобусом за ним еду сейчас просто я пока включал телефон разъехать с машины колонну фур таким и короче я за этим автобусом который впереди идет я не знаю он видно там на камере не видно мы сейчас их обгоняли это конечно было жестко вот сейчас там еще раз попробуем вот он пошел я стараюсь с него не отставать потому что там лучше и ехать не комильфо ну здесь ОКОС 90 разрешенная но примерно где-то так мы едем вот он заехал там в туман его уже не видно да да если еще такая авария будет на трассе перейдеть то все сложатся после этого года потому что конечно тормониться будет нереально потому что мы по ней идем вот так вот сзади фуры тоже на обход пошло ну приятно мало в такой дороге это конечно не это самое у нас там ну вроде там но вроде пока нормуль сколько еще 7 часов мне еще пока за навигацию еще 7 часов ехать сейчас 4 12 12 приедет, наверное, будет 456 км и 456 км ехать, да, будет еще раз на заправку заезжать там все каждый лошадь, наверное, 12 Ой, сколько там еще? Нормально еще, 6 часов еще мне ехать, да? Что-то вообще время, где лезть? Еду, 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 а все время, время из места как будто как будто застыло Я уже, уже бы я был, честно говоря, плекл, наверное Ребят, набережная Челны Проезжая, походу, сквозь них Сейчас Каму Переехали по большущему мосту Такая пробочка тут стоит в обратную сторону Это Казань, получается, я уже проехал Казань проехал, повернул на Уфу Проехал от ворот на Елабугу На заправке хот-дог съесть Я профессионал уже ел Вот на заправке дорого На Лукоиле кофе хот-дог 600 рублей получается Что-то как-то совсем дороговато Мне кажется, в магазине можно как-нибудь сэндвич купить Там водички за 300 рублей Ладно, посмотрим сейчас Вот 12-14 км показывает поворот на какую-то улицу Ленина Может там пожилее будет Хотя, что-то я сомневаюсь Это тоже, блядь, улица Погодка, конечно, с погодкой вообще не повезло Да, это, конечно, день и ночь То, что я как-то вчера ехал, жаловался там по этой, по Москве, по этой трассе И сегодня это, конечно, просто вообще ничего не видно Я вот сейчас опять пристроился за какую-то тачку Он едет с фарами Я просто за ней держусь Я, ну, просто едешь по навиганам Я не вижу ни полосы, ни разделителей, ни вообще ничего О, еще немножко потрясающих пейзажей Я не знаю, что это Просто, что это, с дороги, где мы едем Блин, было бы еще хоть светло А так, конечно, в темноте Такая напоминает дорожку Как изъехать на Ланец из Питера в Карелку И не по Мурманке, как бы, кругом таким А вот вдоль Латки, примерно Какая же дорожка Бля, я реально боюсь такого чувака оторваться Если я от него оторвусь, я вообще не смогу ехать Потому что я просто не вижу ни хера Да, конечно После этой дорожки Какой-то самый Сразу же там Плюс 4 копыта вождения Сзади тоже перестроился О, блин, все еще и еду Еду непонятно где Короче, на платной, наверное, 12 Похоже, авария какая-то Потому что в одном месте там все красное Ну, в мою сторону И это, понимаешь, навигатор Поэтому туда не ведет Вот, и я еще по радиусу слышу, что Что-то там выездить Знаешь, как чумнов закрыли Что-то там Забурана Какие, не знаю, из-за чего Ну, это тоже в какую-то сторону Ну, я вот, как бы, проскочил Я, когда выезжал Вот, как бы, по... Получается, на М12 Вот в эту сторону Там пробка ставила И мне, наверное, показывают тебя Если бы брал все равно Ну, то быстрее Типа там На сколько он писал На полчаса быстрее Я думаю, о, конечно, поеду На полчаса быстрее То есть, получается, я еду Все время параллельно На 12-м Слева у меня, как бы Ну, это, короче, трензец Я уже конкретно подзывал Осел Ехать в этой темноте Очень, опять я таки На чем он пристроился Он там прийти Ну, он Все время, как бы, заметает Дует Очень некомфортно Ну, ладно Прорвемся В общем, еще что я не учел Дети 20 Еще я не учел, что... У меня навигатор показывает На нашем поясе время А буфетка похода Другое время Там, наверное, джентгер плюс 6 Или плюс 5 И, то есть, получается, Мне показывает, что я приеду в 11 Там с лишним По плюс 3 А я приеду вообще там ночью Так что я думаю, что завтра Вряд ли к нам Ведь выйдут в 6 утра Я даже не вряд ли А даже, скорее всего, Я никуда завтра не выйду Так, здесь слева Главная дорога Ключися Вот туда Толщик Ну, тоже приключения Не остановиться, правда Ничто не посмотреть Потому что надо торопиться Ну, ощущает мне то, что я не позвонил в отель Связи, кстати, здесь связи нет вообще Я вот сейчас еду У меня показывает все время пустое Пустое полоскоп Прям, не самое Ну, и приема И что, я не позвонил в отельчик, который забронировал Я не знаю, где ждутся они Там есть рецепшен? Нет? То есть это какой-то мини-отель Короче, ладно, разберемся там по месту Сейчас, если будет возможность Может, тут звоним Там, с к сожалению, не признается Почему? Чего не слышно Чего-то Ну, это С камерой вообще сидит Еще обзор Перевод Времени Сейчас, знаете, сколько? Сейчас 23 Да ладно 23.51 Еще час мне, короче Сейчас я приеду Я думаю, позже будет Я тут уже расстроился из этого А что, времени учел? Празденцово времени Ну, ладно, по крайней мере, здесь есть фонари Есть асфальт Так, Фач, там, все места Короче, с километров 200, наверное, 300 ехал по этим мелким дорожкам Помимо Каким там безным Он просто Заволосел Не видно ничего Темно Все, виляет Сейчас, хоть проедемся по нормальной дороге Надеюсь, проедем Ой, и что она не поворачивается на эту кляelle Да ладно, что не поворачивается Может, не узнает Зах freuen Все, сейчас быстро перелетим Немножко осталось Ребят, Уфа Час ночи И ночная Уфа Большой проспект Нужно подвернуть на Октябрьский проспект А, нет, не здесь подачи, здесь прямо едем Здесь прямо эта улица Рихарда Зонди Господи, здесь улица Рихарда Зонди Даже в Уфе Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok